Очередное заседание депутатов Ивановской городской думы началось с отчета заместителя главы администрации областного центра Владимира Пегуты. Он рассказал о развитии социальной сферы в 2012 году. Продолжилась модернизация системы здравоохранения и образования. Но остались и проблемы. Депутаты затронули качество питания ивановских школьников. Есть претензии к поставщикам продуктов. Также возникли вопросы и по организации школьных завтраков и обедов. Депутаты возьмут на контроль эти темы. Будет создана дополнительная комиссия, которая будет изучать этот вопрос и по обращениям граждан, и в том числе без обращения, чтобы системно изучить и посмотреть, если есть где-то вот такие недоработки, чтобы их исключить. Обсудили депутаты очереди в детские сады. Выплачивать компенсацию матерям, которые не могут отдать чадов до школьных учреждений, мэрия посчитала нецелесообразной. Затраты соизмеримы со стоимостью строительства нового детского сада. Позволить себе вот такие выплаты в полном объеме муниципалитет не может, потому что предварительный там подсчет оказался более 100 миллионов, для выплат это надо. Поэтому сегодня уже в другую плоскость перевели этот вопрос, чтобы, может быть, каким-то категориям выплачивать, или матерям-одиночкам, к примеру, или многодетным детям, или детям, там, семье, там, где инвалиды, дети есть. Поэтому я почему говорю, что, наверное, вопрос снимать полностью нельзя. Его надо изучать, его надо просчитывать и потом уже обсуждать. На повестку дня был также вынесен вопрос об изменении бюджета. В городскую казну поступили 80 миллионов рублей. Более трети суммы направят на строительство новой поликлиники в местечке сортировка. Ее должны возвести к декабрю 2015 года. Это будет трехэтажное здание площадью 1000 квадратных метров. Пока медпомощь жители микрорайона будут получать на базе 4-й городской больницы. Здание, которое находится на Фридрихе-Энгельсе 141, ну теперь Шеметский проспект 141, будет занимать только детская поликлиника. А в течение декабря, вот до 15 декабря, взрослая помощь будет оказываться на Шошину-8, где специально в этом году отремонтированы амбулаторные кабинеты в 4-м корпусе. И там будут располагаться взрослые отделения 9-й поликлиники. Также почти 7 миллионов 700 тысяч рублей городские власти направят на установку в муниципальных квартирах индивидуальных приборов учета коммунальных ресурсов. Все работы планируется завершить в марте следующего года.